Огромная территория лесного массива в центре города наполнялась голосами взрослых, приехавших и пришедших в пятницу целыми коллективами на трудовой субботник. Мы активно начали работу на субботнике, участвуют все предприятия, мы в Буркомпос организовали нам доставку мешков, сейчас приедет техника для погрузки, администрация, управление культурой, управление образованием, обборком сети, все активно участвуют, уже все в работе. Уже сегодня с инициативой выступило Министерство природных ресурсов, фонд имени Вернацкого, и на 30 августа снова будет организован субботник, как в прошлом году, в прошлом году мы активно участие приняли в этой акции, всероссийская была акция «Зеленая Россия», в этом году тоже будет эта акция, мы ее, думаю, поддержим. Я призываю всех жителей принять активное участие, так же, как в прошлом году, можно еще больше и лучше приглашаем всех принять участие. В этом году, я думаю, что мы все-таки доведем до ума вот эту территорию, возможно, еще что-то. Жителей приглашаю со своими предложениями. Если есть желание предложить еще какие-то территории для уборки, ну вот на сегодняшний день актуальна эта территория, и, может быть, как в прошлом году, 60 лет СССР лесопосадки, мы там тоже почистим. Это будет 30 августа. День выдался жарким, и чем дальше трудовые бригады углублялись в лес, тем больше их обдавала прохлада. Выручала тень от высоких лип, раскинувших ветви с молодой листвой, берез и широколистных тополей. Ощущение было такое, что находишься в настоящем лесу. Присутствие города выдавало близкое шуршание автомобильных шин и сигналы проходящего по дороге транспорта. Целые трудовые коллективы управления образования, горкомхоза, жилкомсервиса, горкомсетей, многих других коммунальных и муниципальных служб пришли, чтобы принять участие в экологическом своднике «Зеленая весна». Принести пользу городу. Когда-то здесь собаку выгуливало, было чистенько. Хочется, чтобы было опять чисто и приятно. Силами 250 человек с территории более чем 16 гектар было собрано и вывезено 5,5 тонн мусора, который погрузили на три КАМАЗа. К сожалению, на субботник не вышло неорганизованное население. То ли по причине неудобного времени, которое оказалось у большинства рабочим, то ли по причине недостаточной информированности. Бесспорно одно – подобные массовые субботники городу необходимы, тем более, что экологическая обстановка сухого лога оставляет желать лучшего. И если мы всем миром также будем беречь лесную зону в самом центре города, как ее отстаивали от застройки промышленными и торговыми объектами, то, возможно, совсем скоро она наполнится птичьими голосами, детским гомоном, играющих на лужайках детей рядом с отдыхающими родителями.